Здравствуйте, вы смотрите выпуск StopFakeNews. Мы рассказываем о манипуляциях и пропаганде в масс-медиа и опровергаем неправдивую информацию о событиях в Украине. Меня зовут Марго Гантар. Российское агентство «Спутник» выпустило очередную фальшивку об Украине и судьбе безвизового режима с Европейским Союзом. Так, на сайте «Спутника» сообщается, что безвизовый режим якобы ударит по чешским рабочим. Так, хоть в новости и говорится, что правительство Чехии поддерживает безвизовый режим для Украины, но дальше «Спутник» цитирует представителя чешской компартии Лео Лузера, который якобы заявил агентству, что профсоюзы против этого. Но на самом деле ничего он не заявлял агентству, а написал это в колонке малоизвестного сайта «Халлона Вины». Да, и сам коммунист-лузер ничего общего с профсоюзами не имеет. На сайте самого крупного профсоюза Чехии нет никаких заявлений относительно безвизового режима с Украиной. И коммунист из малочисленной партии, так на выборах 2014 года назначительно ухудшило свои показатели, не может быть спикером для их организации. Похоже, российским СМИ сложно смириться с тем, что Евровидение 2017 пройдет в Украине. Они даже готовы выдумать свое решение Европейского вещательного союза о том, что право принимать конкурс будет передано якобы другой стране – России. Так об этом написали известия «Раша Тудэй», «Московский комсомолец», «Комсомольская правда» сослались при этом на пресс-службу Европейского вещательного союза, хотя ни на одном из его официальных каналов подобных сообщений не было. Что не помешало, впрочем, появиться и комментариям к этой теме. Так, например, глава Комитета Госдумы России по делам СНГ Леонид Слуцкий заявил, что проведение конкурса в России станет пощечиной для Киева. А российский певец и музыкальный критик Юрий Лоза, известный своим мнением по поводу всего, включая качество музыки, Лед Зепплин, тоже не остался в стороне, заявив, что России Евровидение не нужно. Однако Европейский вещательный союз опроверг сообщения российских СМИ, заявив, что если изменения произойдут, то они будут обозначены на сайте Евровидения. В блоге, который полностью посвящен Евровидению, также предоставили подобный комментарий вещательного союза и еще добавили информацию за последние 10 лет о том, когда страны-победители публично объявляли о месте проведения конкурса. Так, в России об этом сообщили только 13 сентября, в Германии – 12 октября. Напомним, 9 сентября стало известно, что местом проведения Евровидения 2017 станет Киев. Один из ведущих российских пропагандистов Дмитрий Киселев в воскресной итоговой программе «Вести недели» несколько раз сообщил неправду о событиях в Украине. Так он называет Украину для журналистов сейчас самым опасным местом в мире. Еще он сообщает, что журналистов якобы убивают одного за другим и редакции громят. Однако это существенное преувеличение и манипуляция. По данным Международной неправительственной организации «Репортеры без границ» в 2016 году, как и в 2015 году, зафиксировано одно преднамеренное убийство журналиста Павла Шеремета. Это восьмое место в списке организаций за 2016 год. Еще Дмитрий Киселев утверждает, что ВВП страны сократился на треть, а население тает так быстро, как нигде на планете. По данным ООН, за 2015 год, по сравнению с 2010, такие страны Европы, как Литва, Латвия, Румыния, Болгария, Сербия, Португалия и некоторые другие, опережают Украину по темпам снижения населения. И Киселев также не упомянул, что около 20% ВВП страны приходилось на оккупированной России территории Донбасса и аннексированный Крым. Кроме того, по словам Киселева, президент Украины называет отмену виз с Евросоюзом национальной идеей. Однако Порошенко не называл это национальной идеей Украины. К своему обращению ко Дню Европы 21 мая 2016 года отмену виз президент назвал первым шагом возвращения Украины в большую европейскую семью, что подразумевает также проведение ряда внутренних реформ. Дмитрий Киселев утверждает, что всего лишь полтора миллиона украинцев имеют заграничные паспорта. Однако только в прошлом году было выдано около двух миллионов биометрических и обычных паспортов по словам начальника пресс-службы миграционной службы Украины Сергея Гунько. Также отметим, что в конце сюжета Дмитрий Киселев в очередной раз повторяет уже традиционное для СМИ обвинение Петра Порошенко в чрезмерном употреблении алкоголя. Однако опирается только на видео, где движения президента Украины внешне якобы могут напоминать движения пьяного человека. Таким образом, видим очередную манипуляцию. Напомним, только в прошлом году стопфейк уже опровергал три подобные фейковые истории. Судя по сообщениям в российских СМИ, саммит G20 для Владимира Путина удался. Так, Вести.ру заявили, что его программа на саммите была якобы одной из самых насыщенных среди мировых лидеров. Хотя, сравнив к примеру программы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и Путина, видно, что они практически одинаковы. Переговоры с американским президентом, который якобы попросил Владимира Путина о встрече, изначально не планировались. О том, что ее инициатором выступил именно Барак Обама, заявили только российские СМИ. Изначально та сообщила, что президенты договорились об отдельной беседе. Позже Вести, к слову, поменяли версию себя. Вести также исказили слова Барака Обамы после встречи с Путиным. Американский лидер охарактеризовал переговоры как открытые, жесткие и деловые, тогда как Вести процитировали его так. Обычно наши встречи с Путиным проходят в открытом, честном, деловом тоне. К слову, большинство западных СМИ написали о проблемах доверия к российскому лидеру, из-за которых сами переговоры не стали достаточно результативными. Да и в общем, западные СМИ ценили участие Путина в саммите не так радужно. Встреча с Обамой была неофициальной, график российского лидера не отличался от графиков других лидеров, а на финальной семейной фотографии встречи Барак Обама смотрит на Путина испепеляющим взглядом. Комментируйте, ставьте лайки, делитесь этим выпуском на своих страницах в соцсетях. Увидимся через неделю, оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»